добрый день дорогие друзья вы на канале волский сад с вами елена много запросов поступило показать и рассказать о наших магнолиях как быстро они растут сколько по времени цветут как уходят в зиму и конечно как зимуют все ответы дорогие друзья в этом ролике несколько лет назад в интернете попалась информация что в средней полосе россии магнолии могут прекрасно расти и отлично цвести меня это заинтересовало стала искать более подробную информацию о сортах везде писали о магнолиях кобус и звездчатые но они меня не тронули не этого я хотела хотелось вырастить в нашем саду магнолию с красивыми крупными цветами такие как растут на юге мои поиски дали результат и весной 2020 года я получила свои саженцы от известного коллекционера магнолий андрея миляева из города воронеж было куплено два саженца магнолий выглядели они вот так два растения которые слева весной посадили их сразу на постоянное место лучшее время для посадки магнолии это весна к осени они выросли сантиметров на 40 в зиму им прикрыла ноги обрезками от туи которые мы подстригли в тот момент больше ничем не укрывала перезимовали хорошо и весной активно пошли в рост магнолия быстро растущие дерево на второй год она дала прирост около метра что меня очень сильно поразило успешное выращивание магнолии заключается выборе правильного места для посадки магнолия может расти как на солнце так и в полутени главное чтобы место для посадки было защищенным от ветра особенность севера микроклимат участка для выращивания магнолии очень важен вот сейчас вы видите магнолий легенд который была куплена годом позже в 2021 году она у нас погибла не вышла после зимы это моя ошибка что она не выжила я ее неправильно посадила неправильно выбрала место для посадки на самые ветреные продуваемое место и зимой не стала укрывать если бы я укрыла возможно она бы и выжила не повторяйте таких ошибок место посадки еще раз говорю это очень важно еще мы должны знать что магнолия предпочитает увлажненную почву и соответственно не переносит засушливые земли посадочный материал надо покупать закрытой корневой системой магнолий не любит пересадки для посадки копаем яму приблизительно там 60 70 сантиметров в диаметре вглубь на штык лопаты но можем чуть поглубже выбрасываем всю землю засыпаем перемешанный перегной с кислым торфом плюс я добавлял немного своей земли и еще добавляла удобрение осмокот а также добавляла еще перлит для влагозадержания это связано с тем что мы приезжаем на дачу только раз в неделю и надо было сохранить влагу для магнолий сверху надевая круги из бамбукового волокна опять же для сохранения влаги можно просто замульчировать травой или хвойным опадом или корой лиственницы на ваше усмотрение далее саженец надо крепко привязать для лучшей приживаемости его не должно шевелить и болтать при ветреной погоде самое главное следим чтобы земля была влажной даже жару под 40 градусов она у нас спокойно выдерживает при такой посадке магнолия беспроблемное растение вредителей у нее нет болезней тоже иногда может появляться хлороз это заболевание растений при котором нарушается образование хлорофилла в листьях и снижается активность фотосинтеза если такое заметили поливаем под корень хилатом железа у нас растет две магнолии 1 называется red baron а вторая sensation давайте поговорим о цветении магнолия sensation зацвела в год посадки двумя скромными цветочками на второй год она показала 5 цветочков на 3 12 и в этом году их было просто огромное количество а магнолия red baron зацвела в этом году только первый раз то есть на четвертый год от посадки напомню у нас привитые саженцы показала она всего три цветочка это red baron но мы и этому были рады это были первые цветочки у этих двух магнолий разный габитос у sensation он вертикальный я бы сказал такой вот колновидный а у red baron древовидный она больше похожа на дерево насколько я поняла магнолий с колновидной формой роста зацветают быстрее а у древовидных приходится немножко подождать если вы решите посадить магнолию семечкой то она зацветет у вас только на седьмой иногда на восьмой год после посадки семечки цветки магнолий sensation крупные в диаметре до 25 сантиметров с уникальной контрастной расцветкой золотистой желтой с малиновой плосой на внешней стороне лепестков бутоны тюльпановидные зеленовато желтые растущие вертикально на концах ветвей после сыровой зимы цветки становятся не желтыми а почти белого цвета сами цветы даже не знаю как сказать жесткие стойкие крепкие они могут выдерживать жуков когда те прилетают их опылять и еще они хорошо держит дождь цветение магнолий конечно это поистину волшебное зрелище часто спрашивает сколько цветет по времени магнолия в этом году снимал sensation раз в неделю об этом есть видео на канале можете поискать но в итоге так могу сказать цвела на ровно месяц есть мнение чем старше дерево тем оно дольше цветет и цветение может длиться до шести недель я конечно была бы очень рада когда мои деревья магнолий вырастут и будут свести 6 недель подождем увидим чем лично мне нравится ее цветение она в любой фазе очень красивая сначала бутоны сбрасывают защитные чешуйки постепенно увеличиваясь в размерах как бы вытягиваясь затем наружные лепестки начинают отделяться от центра один второй третий и цветок начинает раскрываться цветки магнолий красивы с любой стороны зрелище настолько эффектные что хочется возвращаться к деревцу каждые там 10-15 минут чтобы полюбоваться и запечатлеть на память такую красоту каждый цветок это шедевр в начале цветения на дереве нет листьев и солирует восхитительные огромные цветы затем постепенно начинают выдвигаться листья они у магнолия насыщенного цвета крупные крепкие них тоже есть свой шарм а магнолия продолжает свести вместе уже с молодыми листьями выглядит она уже совсем по-другому но также бесподобно дерево магнолий смотрится декоративно весь сезон является украшением сада летом магнолий не теряется из виду за счет своих красивых листьев на нее всегда приятно смотреть кроме одного момента когда она попала под сильный град посмотрите как он испортил ее листву но от таких природных катаклизмах мы не застрахованы осенью магнолия стоит зелеными листьями и выглядит достойно в конце октября в саратовской области листья постепенно желтеет приобретают такой нежный желтый цвет и в середине ноября опадают даже когда магнолия сбросит листья она по-прежнему выглядит привлекательно за счет своих бутонов которые она сложила на следующий год в этом году магнолия сенсейшн выдала у нас одну семечку целую одну семечку она ярко-красного цвета к сожалению я ее проворонил сфотографировала а сорвать забыла через неделю когда мы приехали ее уже не было на месте а так хотелось ее попробовать посадить все магнолии у которых есть в родителях северо-американская магнолия заостренные очень зимостойки что является ключевым свойством для выращивания в средней полосе мы свои магнолии не укрываем они отлично растут в 4 климатической зоне без укрытия при условии я напоминаю правильной посадки магнолия это очень красивое декоративное дерево особых проблем в их выращивании я не испытала они могут расти даже на небольших участках так как мало занимает место особенно сорта с колновидной формой роста а таких сортов очень и очень много надеюсь дорогие друзья я ответил на все ваши вопросы которые вы мне задавали про выращивание магнолии на сегодня у меня все вы были на канале вовский сад я с вами прощаюсь до новых встреч